Роль веры в нашей жизни Я говорила вам о том, что когда мы верим в нашего мужчину, вот мне импонирует в некоторых церквях пути своего личностного роста. Я посетила много церквей, изучала различные религиозные течения для того, чтобы понять, как устроен мир. И многие вещи мне там импонируют, не все, но некоторые. В частности, когда мужчина с женщиной вместе начинают жить, как женщина формирует своего мужчину? Она верит Богу, я тоже верю Богу, чтобы у нас не было… Давайте договоримся о терминах. Бог, надсистема, мироздание, жизнь, вселенная. Многие по-разному это называют, но изначально я верю в то, что существовало какое-то и существует начало, которое нас себе породило и создало вот эту всю игру под названием «Жизнь». И мы просто играем в эту игру. Мы маленькие песчинки, которые, если слушают свою душу, они могут стать частью, они становятся частью Бога. Если они не слушают свою душу, они противоречат всем законам жизни, и они создают проблемы себе и своему родителю, скажем так. Если женщина верит в то, что для неё приготовленный самый лучший расклад в этой жизни, если она верит, доверяет Богу в том, что она рождена для счастья, она не будет жить с философией ограниченности. И она верит в то, что ей даются самые лучшие возможности. И поэтому, когда происходит контакт с мужчиной, которого женщина любит, она начинает доверять мужчине так же, как доверяет Богу. И она просто верит в то, что он может реализовываться. Это моя позиция, вы не обязаны с ней соглашаться. Когда мужчина чувствует это отношение к нему, даже если в нём минимальные задатки, ну просто минимальные какие-то задатки, он из этого семени минимального может вырастить очень большое дерево. То есть мужчина расцветает под поливом веры женщины в него. Для того, чтобы женщина верила в своего мужчину, она должна верить в себя. То есть опять-таки возвращаемся к закону стопроцентной ответственности. Он верит в него, то, что ты рождена самой лучшей. Даже если я видела очень многих женщин, которые не лично я видела, в интернете, в телевизии, много примеров того, как женщины ограниченные рождаются физически, с какими-то дефектами физическими. Но насколько они сильны некоторым духом, и насколько они расцветают, и у них есть и спутник жизни, у них есть и дети. Для нас пример не кучить, если вы знаете этого человека. Скорее всего, что все знают, хоть он и мужчина, но тем не менее это пример веры в себя человека. То есть вера в своё превозначение, вера в то, что для него он приготовлен для самого лучшего в этой жизни. Этот человек является примером того, как он может лимон, который ему дала жизнь, превратить в лимонад. Так и каждый из нас. Если вы недовольны своей внешностью, если вы недовольны той семьёй, в которой рождены, не всегда в благополучных семьях мы рождаемся, если вы недовольны страной, в которой вы родились, и очень-очень многими нюансами это нужно принять как данность для того, чтобы ваша душа максимально раскрылась вот в этом пути, который вы пришли сюда, на землю. И Бог вам дал самый лучший набор, стандарт для того, чтобы вы максимально раскрылись. Поэтому, когда вы доверяете себе, когда вы принимаете себя любую, вот сегодня у меня в Фейсбуке диалог поднялся на тему, как женщина себя принимает, не принимая своё тело, складочки какие-то. Когда вы принимаете себя, вот я с складочками, мой процесс трансформации от лишнего веса, от тех почти 100 кг, начался с того, что я приняла свои 100 кг. Вот я приняла, что я такая, Катя, ты будешь такой всю жизнь, может быть, и тебе нужно находиться в этом теле, тебе нужно его ценить, уважать и любить. Давай мы подумаем, что может быть, какие варианты другого образа жизни ему предложить, может быть, твоё тело будет благодарно за них, но ты его любишь таким, какой он и есть. И я начала любить себя такой, какой я есть. И тогда я предложила просто своему телу здоровое питание, физические нагрузки, косметику другую, средства ухода и другую одежду. Я ему предложила, я с ним сама договаривалась, мой разум и душа договаривались с моим телом. Я ему сказала, дорогой, если ты со мной вместе поработаешь и станешь подтянутым, красивым, я увидела образ, то я вот такой-то гардероб для тебя приобрету, ты будешь вот так-то себя чувствовать, ты будешь в этом состоянии находиться, и для тебя будет намного лучше, ты комфортнее. И вот только тогда, когда душа и разум и тело договорились с собой, пошёл процесс похудения. А тогда, когда мы себя отрицаем и всё время истязаем, садомаза, мозг, душа и разум играют садомаза, такая троица, так ничего не будет, будет колебания туда-сюда, туда-сюда, деньги будем зарабатывать, терять, колебания будут в весе, колебания в отношениях и так далее. Договориться надо. Женщина должна научиться слушать себя. Если вы поверите женщине, закрываю роль веры, если вы поверите в то, что для вас предназначено самое лучшее, что может быть в этой жизни, вы его получите. Но сложно поверить, конечно. Тем не менее, вера — это то, что позволяет из точки А прийти в точку Б. Что такое точка Б? Это туда, куда вы хотите прийти. Это тот образ, это тот стиль жизни, это то состояние, в котором вы хотите находиться. Невозможно прийти туда без веры. Поверьте мне, я открывала много бизнесов. Все мои бизнесы были прибыльными. То есть у меня не было ни одного бизнеса, который был неуспешен. Все мои стартапы были на определенном этапе успешны, пока они мне не переставали быть интересными. Я либо продавала, либо закрывала. Так вот, я как предприниматель вам говорю, пока вы не поверите в то, что вы получите результат от вашего бизнеса, пока вы не увидите это сердцем, не почувствуете, что я этого хочу очень сильно, до тех пор не будет движения, у вас не будет энергии. Вера дает энергию. Вера в Бога, в то, что Он сильный нас защищает и дал нам самое лучшее. Вера в себя, в то, что вы достойны самого лучшего. Женщины, вы достойны самого лучшего. Просто мне поверьте. Вот сейчас ваш разум, если не принимает этого, просто мне поверьте, вы достойны лучшего. Вера в то, что вы получите, то, что вы хотите. А это не пустые слова, потому что если у вас есть данность, вот вы пришли в этот мир с определенной данностью, какие-то таланты, какой-то темперамент вам дан, определенная квартира мира. И если у вас возникают какие-то желания, желания идут от души чаще всего. Вот такие, которые дают радость. Это не те, которые давят на вас. Если на вас давит желание, это социум на вас давит. А вот стереотипы социума, которые вы приобрели через телевидение, через журналы, через общение с людьми. А если ваши желания дают вам радость, вот они вас зажигают, 100% вы имеете шансы это реализовать. И вы должны это реализовать. Ваша ответственность прийти и реализовать это желание. Как? Уже будем решать по ходу дела. Но без того, чтобы вы не имели потенциала к реализации этого желания, желание не дается. Не может желание даться крестьянину, который работает на земле, допустим, и его все устраивает в жизни. Вот у него все устраивает, он там пошел, обработал свой огород, он посидел вечером со своими друзьями, у него все хорошо, и он счастлив. Не может ему даться желание заниматься крупным бизнесом, допустим, ритейловым или еще каким-то. Просто он для этого не приспособлен. Точно так же, как человеку, который крупный бизнес организовывает, не может даться желание проводить свою жизнь на лавочке после того, как он поработал на огороде. Понимаете, у нас разные данности у всех. Если у вас возникло желание, значит, вы имеете потенциал к его реализации. Вопрос в том, чтобы убрать все ограничения по достижению этого желания и понять, как это сделать. Сделать это несложно. Все наши желания реализуются в удовольствии. Если они наши, вы идете к ним с кайфом, с минимальным выходом из зоны комфорта. Не с тяжелым трудом. Как многие говорят, тяжелый труд сделать из обезьяны человека. Тяжелый труд делает из обезьяны еще большую обезьяну, поверьте мне. А женщины должны получать все в удовольствие, впрочем, как и мужчины. То есть в удовольствие нужно получать удовольствие от того, чем вы занимаетесь, если вы нашли свое. А если вы нашли свое и получаете удовольствие, вы неизменно будете реализовывать свои желания. Просто задавать вопрос, как. Итак, вера – это то, что ведет нас в жизни. Это то, что дает нам энергию. Это то, через что мы реализуем свои стратегии, свои планы.